В нашей студии сегодня актер, артист, рэп-исполнитель Мади Олимбеков. Мади, доброе утро. У нас сегодня какой-то рэп-дем. Все, это я. Что такое прям? Все, вечно лезет, блин. Что такое прям вообще? Наш вроде праздник, да? Мади, да, Мади, вы знаете о том, что сегодня, давай, ты знаешь о том, что сегодня Международный день мужчин? Только сегодня узнал. От кого? От меня? Да, вот, замечательно. Понимаешь, вот, это о чем говорит? Что ни один мужчина не знает, что такое праздник. А 8 марта знают все. Правильно. Женщины в том числе. Грех не знать. Да, мы не знаем, представляешь, мы так заработаем, что даже не знаем своих праздников. А вот как вы считаете, только честно, вот 8 марта мы не работаем, да, Красный день календаря, все дела. Вот должны ли присвоить этому дню вот такой вот пометочка, государственный праздник, чтобы был красный, такой же Красный день, чтобы никто не работал, чтобы все, так, чтобы все дарили подарки мужчинам и так далее? Для мужчин? Да. Можно просто дать выходной, но подарков, думаю, не надо. Вот посмотри, вот, вот он, настоящий мужчина. Я просто люблю дарить, не люблю получать. Я такой человек. В принципе, в принципе, не то, что такой человек, все мы, мужчины, такие люди, понимаешь, мы такие благородные, мы вот людям дарить. Еще мы очень скромные, да, скажи. И мы очень скромные. Ты вот предвосхитила. То есть вы за то, чтобы просто сделать этот день выходным днем? Да, просто отдых уходной. Просто выходной день. А мне нравится, вот бывают вот такие скромные мужчины, да, просто отдыхайте, пожалуйста, не надо никаких подарков, поздравлений, ничего, просто отдохнуть. Замечательно. Супер. А вот я за такое. Можно больше выходных добавить, да? Да. Благодаря вам, мужчинам, хоть что-то в нашей жизни. Тоже подыхаем в жилосчет. Желательно, выходные дни, да. Мади, Мади. И вот сейчас, буквально до вас, у нас были гости-рэперы. Да. Вы, наверное, слышали, да? Да, да, я уже смотрел. Вот они популяризируют стихи казахстанских поэтов. Это замечательно. Замечательно. Это они сейчас исполняют. Вот вы, как рэп-сполнитель, как относитесь к такому новшеству? Я полностью поддерживаю. Поддерживают творчество. И очень радуюсь, что у нас есть такие молодежи, да, ребята, которые делают все, импровизируют. Просто душа радуется, если правду сказать. Я раньше также тоже слишком много увлекался. Потом возраст чуть-чуть берет свое. И как-то захотел больше играть, чем читать. А читать, это, думаю, у меня в крови. Я пропагандирую чисто казахский язык. Хоть и трудновато понимание. А рэп, да? Да, рэп именно на казахском. Но хочу, чтобы стиль, звучание было, как у западных. Ну, понятно, рэп же пришел. А все-таки оттуда пришел. А то некоторые думают, что казахский рэп, это когда вот так. Просто мы стреляем, да? Да, да. Я хочу доказать и показать обратное, что нет такого. Мы тоже можем его так. Да, конечно. Вот только что пацаны доказали, на месте сыграли. Да, да, зачитали, очень приятно. Да, конечно. Вот про актерскую вашу деятельность. Вот вы сказали, что читать, это у вас в крови. Актерскую вы хотели попробовать, потому что... Не то, что попробовать, уйти в актерскую деятельность. Потому что это тоже творческое или потому что это сложно? Все начинается с интереса. Просто я как думаю, раз ты пришел в этот мир один раз, надо попробовать все. Тем более сыграть. Мы все же актеры в этом мире. Да. Все актеры. Вот вы играете подругой, мамой, женой, там, не знаю, кого-то еще, да? Так же мы играем. И мне просто интересно было, а как там живут люди? В кино, да? Да, в кино. Вот расскажите про этот сериал, кстати. У меня вообще был интересный момент с 2014 года. Я пришел в кино, сыграл очень плохого человека. Можно говорить слово наркоман, да? Ну, конечно. Я сыграл наркомана, да? Это же правда. Это мой первый дебют. С Шарап Сериком сыграли, Шакенти. Это у нас первый дебют был. И с того момента понеслось. Играл плохого тоже Мажорика. Ну, у вас, да, вот такой вот образ плохого парня. Холодный, да. Отрицательный. Отрицательный ролик. Вот до этого мои друзья приходили, говорили про полный метр. Вот 24-го будет предпоказ закрытый. А название? Название Баур. А, ну, Женис Макаша. Женис Макаша, Шенгас Абби. А, так вот он вчера прислал на приглашение. Да, да, да. Я там сыграл тоже плохого. Сарараке будет, да? Да, Сарараке. А, понятно, да? Ясно. Ну, немножко, может быть, про свой образ. Ну, Женис, я скажу ему приглашение. Окей. А вот вы в сериале ТО, ТО, СТО. СТО тоже сыграл, да. Ну, я там не сказать, что слишком плохое. Просто слишком хитрый. Ага. С Абу Насар Серковым сыграли. Понятно. А смотрите, говорит, хитрый, это не значит плохой, да? Хитрый, это прошаренный просто, да? Да, быть прошаренным, да. Быть прошаренным. То есть на момент у вас уже сколько проектов именно в кино, в сериалах? Ну, если прям всех серьезно говорить, которые уже успели выйти, то это где-то 12-15. Это с какого года? С 2014 года. Вот так вот вы... Начало 14, зимой. Конец 13, и начало 14 я начал, как-то увлекся, и понеслось, можно сказать. Мади, а вот тот, где мы пробовали с тобой накатить, да? Наследники. Но он снял, а потом вы не сняли, да? Ну, она держится еще в разработке. А, понятно. То есть мы делали там это же пробный такой, это пилот. Жамбаев-Жамбаев шеф, а я его правая рука в сериале. Киллер. Киллер. Да, ну нет, но это пока еще не сложившийся проект. Не слишком, да. Может быть, в будущем. Слушайте, ну вот сейчас очень крутые обороты набирают вообще все, что связано с Netflix, всякие там сериалы и так далее. У вас очень крутой типаж. Ну, это вот без капли лезьте. А не хотите, не пробовали, не думали пойти еще туда? Я даже не знаю, как это делается. Куда? Скажи, куда. Я думаю, все с опытом. Да? То есть вы думаете на поднабраться, да? Давайте же сперва покажем, что мы умеем в Казахстане. Пусть оценят наши казахи, а потом пойдем туда, если успеем, конечно. Мади, мы узнаем, куда пойдем. Чуть попозже, после рекламы. Куда пойдем. Сейчас реклама на канале Алматы. А тем временем у нас есть победитель футболки от Дениса Савченко. Надо же, вот реально вот оторвал. Новая футболка, да. Оторвал от тела. Ну, не от тела, да, но от сердца, наверное, точно. Футбольного. Хоккейного клуба LA Kings. King? LA Kings или King? Я просто не в хоккее, я не знаю. Но те, кто в хоккее поймут, и те, кто ответил правильно, да, и не то, и не другое. Те, кто ответил правильно, естественно, хотят эту футболку, знают, о чем идет речь. Итак, вопрос был такой. В каком году был основан хоккейный клуб Алматы? И первый, кто ответил правильно, был Диас Жан. Так он подписан в Инстаграме. Мы вас поздравляем. С вами свяжутся в Инстаграме. Либо вы уже на всякий случай еще раз напишите, типа, это я. Спасибо большое. И вам скажут, как можно забрать ваше новое приобретение, ваш подарок. Поздравляем Диаса. Да, ну а мы продолжаем наш разговор с Мадди Алимековым. Мадди, вот мы сейчас поговорили о кино, мы поговорили о сериалах. Кстати, а сколько серии то, то и то вообще? Пишется. Пишется. Сколько будет примерно? Примерно, говорят, 16-20 будет. 16 будет, да? Да, пока пишется. Ну, будем надеяться. Хорошо. Ну, все-таки первое, скажем, твое занятие – это рэп-исполнитель, правильно? Вот наши редактора, скажем, сейчас они дадут тебе бит, и ты на этот бит должен симпровизировать какой-нибудь рэп. Я знал, что я попаду в такой момент, да? Да, 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 и поэтому я подготовился. Да, я специально, пока ехал в пробке, успел чуть-чуть сочинить, думаю, специально для вас. Хорошо, главное, чтобы бит подошел. Давайте, бит, мы ждем. Релаксный, спокойный, да, как раз? Yeah. Где начало, да? Да, 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 да. это такой спокойный релакс я уже привык меня везде так заставляют фристайл читать я уже куда еду я готовлюсь автоматом и момент такой в пробке стою и у меня уже играет вот это все помоги долго ты стоял в пробках да для меня например нереально взять потому что у меня этого не в крови ну как бы не и не могу вот это действительно это должен быть талант ну естественно его развиваете что конечно что понятно каждый день для для человека это новый опыт думаю надо правильно расти и развиваться вот для того чтобы писать рэп это нужно как-то быть прирожденным поэтом или рэпером да вот родиться или 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 приобрести это можно мастерство писать нет приобрести это невозможно да это это опыт когда человек зацикливается на что-то он начинает развиваться и интересоваться больше понимать что это такое только потом уже начинается не все люди же поэты про конечно все получите же самые стихи же да да конечно это все со временем когда мы начинали тоже не понимали что мы делаем но нам было это очень интересно дико интересно в это время когда увлекся именно и мы слушал все как наши рэперы да потом нелли мне его стиль нравится его харизма как он читает поет да и у меня тоже понеслось и оттуда я взял стиль можно сказать просто для себя в кайфово а вот мадий часто ли ты вообще участвуешь в бакуах скажем так очень редко почему почему не знаю потому что потому что это вот не та энергетика да да нет я у меня вот да это может быть и не такой резиновый да 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 я спокойно там же нужно требовать праздника я могу зачитать вот например еду в пробке включил музыку и могу зачитать спокойно вот так очень редко до 2000 десятого года я очень активно участвовал в рэп баттлах все читали на русском а я на казахском а вот смотри ты то что ты сочиняешь стихи на рэп ты потом записываешь их и запоминаешь потому что многие у тебя бывают поэты вот даже я в детстве писал стихи но потом спустя через год может быть хорошие стихи писал а потом я уже не мог вспомнить так этот этот и не мог я по большей степени мотивы сохраняю здесь слова могу на ходу сделать по большей степени у меня импровизация да по большей степени потому что когда у тебя играет музыка но не слова это это легче перед ну да дается да 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 а вот на какую тему ты любишь больше писать рэп про свободу а про любовь про любовь про свободу про казахстан что у нас все хорошо да про свободу и казахстан как вот вот это вот и вот это вместе передавчатил наш вопрос ну это твой любимый вопрос да хорошо мадий ты прекрасно Я знаю, что в этом году мы отмечаем 30-летие независимости Казахстана. Да. Вот что для тебя эта дата означает? И вообще, как ты прожил эти годы? Что для тебя изменилось, что-то, может быть? Меня радует, что у нас есть свобода. У нас есть возможность развиваться, показывать, доказывать. И идем со временем, у нас все хорошо, правду сказать. Захотел сняться в кино, снимаешься. Захотел сочинять, сочиняешь. Захотел просто снять клип, пожалуйста. Есть люди, которые даже поддерживают. В 2012 году меня поддержало Министерство культуры по современной АйТОС. Классно. Именно меня попросили зачитать и показать, что такое современная АйТОС. И я очень обрадовался. Это неспроста же. Ну да. Значит, ценят, любят, показывают и есть поддержка. Помогают развиваться при этом. Так что развивайтесь. Здесь свобода, это наша, и то, что 30 лет Конституции, это круто вообще. В общем, да. Ну да. Мы, Мадей, мы поздравляем тебя тоже с этой датой, которую мы будем отмечать скоро. Я вас также поздравляю. Спасибо. Желаем тебе всего-всего самого наилучшего. И, конечно, творчески развиваться. Спасибо большое. И приобретать больше поклонников. Спасибо. Мы ждем еще вас в гости. Обязательно приедем. Ну а пришло нам время прощаться. Спасибо, что эти два часа были с программой Танго Студио. И эту неделю в целом. Хороших вам выходных. Надеюсь, холода не испортит никому выходные. Но есть теперь катки и так далее. Ну, в общем, отличного вам отдыха. Я надеюсь на это, да. И желаем всего самого наилучшего. На следующей неделе вы увидите наших коллег. Пока-пока. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok